Ученые Казанского федерального университета не стоят на месте. Работают над исследованиями и проектами, дарят миру все больше открытий. Не так давно команда специалистов кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов создали оригинальную методологию, характеризующую распространение новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 на произвольной территории. В связи с тем, что штамп мутирует и заражает определенное количество людей по всему миру, вирус и аспекты, связанные с его появлением эволюции, а также с характером распространения вызываемого им инфекционного заболевания в человеческой популяции и способностью переходить в режим эпидемии, активно изучаются в настоящее время большим количеством различных научно-исследовательских групп во всем мире. Для чего наши результаты могут пригодиться в дальнейшем? На самом деле они послужат прочной основой, как нам кажется, по крайней мере могут послужить для развития какой-то точной модели того, как ковид распространяется на определенной территории, например, на территории Российской Федерации. И уже когда у нас будет модель, когда у ученых будет модель, то можно уже будет делать прогнозы, связанные с тем, как он дальше будет себя вести, когда будет очередная волна, как она пойдет, когда она закончится, при каких условиях она будет возникать. Созданная методология позволила выявить закономерности формирования волн ковида на территории России. Для этого открытия ученые КФУ использовали методику, которая применяется в статистической физике. Именно такой подход позволяет рассмотреть и проанализировать большое количество данных и таких параметров, как число вновь заболевших, тяжело больных, общее количество больных, процент выздоровевших и их всевозможные осложнения. Общество в условиях ковида рассматривалось как сложная система. Процесс прошел несколько этапов разработки. Вот удалось выявить, что для каждой волны такие критические значения существуют. Есть пороги, так называемые пороги. И при этом удалось оценить значение вот этих параметров. Числа заболевших и время, когда это число заболевших достигается. Это первый важный результат. Второй важный результат заключался в следующем, что есть определенное соответствие между вот этими значениями критических параметров для последовательности волн, которые регистрируются на протяжении трех лет. Во время разработки математической модели распространения новой коронавирусной инфекции при помощи выполненного анализа и соответствующих расчетов было установлено, что для каждой волны ковида имеется собственное значение критического количества заболевших людей, при котором распространение инфекционного заболевания переходит в режим взрывного роста, а также момента времени от начала развития очередной волны, при котором количество заболевших людей приближается к критическим значениям. И, наконец, выявляются вполне конкретные закономерности в значениях критических характеристик для последовательности волн ковида, указывающие на то, что развитие каждой последующей волны существенно зависит от предыстории, от того, как протекали и развивались предыдущие волны инфекции.